Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу, как увеличить подтягивания именно с дополнительным весом. То есть не со своим весом, а с дополнительным, который вы берете, навешиваете на себя и подтягиваетесь. Почему я буду рассказывать? Потому что я увеличил свои подтягивания с дополнительным весом с 10 повторений или 11. 10-11 я делал с 25 килограммами, с 25 килограммами, до 15 повторений. Это практически еще одного повторения не хватает до мастера спорта. Поэтому я могу рассказывать, и это все будет правдой, все без химии и даже без креатина. Я не употребляю ни креатин, ни химию, все чисто в натураху. Ну что, друзья, начнем с первого, это питание. Естественно, питание в бодибилдинге везде, это самый основной ключ, который решает просто все в бодибилдинге. Вашу силу и выносливость и так далее. Если у вас будет хорошее питание, то у вас будут идти результаты, будет идти прогресс и так далее. Значит, что по питанию? По питанию вы должны питаться, как все атлеты питаются, при наборе массы. То есть вы должны кушать и углеводы, и белки, и должны, естественно, быть полезные жиры, как орехи, там оливковое масло иногда некоторые атлеты пьют, там маленькую ложечку. Вот, вот такое питание, то есть вы должны соблюдать все. Я не буду углубляться прямо вот в это питание, как вы должны делать. Вы можете это высчитать все в интернете, посмотреть все вот эти пропорции углеводов, белков и так далее для вашего типа, для вашей весовой категории и так далее. Первое. Питание, первое. Второе, это такая штука, как вам нужно расположить ваши тренировки, я бы посоветовал два раза в неделю. То есть первый день это понедельник, допустим, второй день это пятница. Что очень важно знать? Важно знать, что если вы часто будете тренироваться, то ваши мышцы не будут восстанавливаться и у вас прогресса не будет. Что нужно знать дальше? Если вы хотите иметь прогресс, то вам нужно обязательно восстановление. И вы должны работать все время на максимум, то есть на каждой тренировке вы работаете на максимум и с каждой тренировкой не только на максимум нужно работать, но еще увеличивать свои повторения с каждой тренировкой хотя бы на одно, на два. То есть вы должны, не важно как увеличивать, можно с рывками, как угодно, но главное, чтобы увеличивали и ваши мышцы будут чувствовать, что вы хотите прогрессировать и они будут давать вам этот потенциал прогресса. А также не забывайте, обязательно нужно разминаться, потому что если вы не разомнетесь с большими весами, то огромная там 95% вероятность, что вы травмируетесь, растянете мышцу какую-то, можно вообще порвать. Вам это не нужно, потому что восстановление там больше года идет, и это очень опасно. Поэтому всегда обязательно хорошенько разминаетесь с головы до ног. И также не забудьте вот как бы перед началом подтягиваний с весом подтянуться со своим весом, потом немножко увеличить вес и подтянуться уже с дополнительным весом чуть-чуть, а потом уже переходить к большому весу. Следующий аспект. Если вы хотите разделять ваши тренировки, например, понедельник и пятница, вы должны обязательно учитывать, что ваша тренировка, например, в понедельник должна состоять из более маленьких весов. Например, берете там 15 килограмм, но зависит от ваших силовых способностей, да? Ну, берете 15 килограмм, лично я так делать буду, 15 килограмм беру, на максимум делаю 6 подходов на максималку. Значит, это понедельник. Пятница. Вы уже берете побольше вес. Например, вы хотите увеличивать повторения свои с 25 килограммами, берете 25 килограмм и уже в пятницу делаете тоже на максимум. На следующей, на следующей неделе уже в понедельник вы берете 15 килограмм и пытаетесь делать, ну, там, на одно-два повторения больше, чем вы сделали в предыдущую неделю. Ребят, также могу посоветовать вам кариатин, да? Многие атлеты пьют кариатин, чтобы увеличивать, быстрее увеличивать результаты свои, как в выносливости, так и в силе. Можете пить кариатин. Лично я не пью, потому что он негативно влияет на мою, на мой ЖКТ, ЖКТ. Вот, я не пью его. Если у вас все нормально, вы можете пить кариатин, у вас результаты будут увеличиваться, увеличиваться, естественно, быстрее. Но это зависит уже от вас. Хотите пейте, хотите нет, хотите чисто в натураху, без любого спортивного питания тренируйтесь. Следующее обязательное условие, ребят, это сон. Потому что, когда вы спите, ваши мышцы регенерируются, ткани белковые срастаются, и, естественно, у вас увеличивается сила, выносливость и так далее, вы должны спать примерно 8 часов в сутки. Это минимум, потому что мышцы должны восстанавливаться, и они тогда будут работать на полную, просто в полную свою мощь. Еще важно уточнить, что если вы хотите увеличивать силу, например, с 25 килограммами, там, не знаю, на 10 повторений хотите сделать, то вам обязательно нужно делать как кардиоупражнения, так и силовые упражнения. Почему? Потому что, если вы не будете делать кардио, а только силовые, то вы сможете сделать, там, с 60 килограммами одно повторение, да? Но, если вы не будете делать, например, силовые упражнения с большим весом, то вы сможете сделать очень много со своим весом повторений, там, 35, допустим, но не сможете сделать с 25 килограммами, допустим, на КМС, там, 16 повторений. Поэтому нужно делать как кардио, так и силовые упражнения, как я вам и сказал ранее. Итак, друзья, давайте подведем итог. Первое, что вам нужно, это, естественно, питание. Без питания ничего не будет. Второе, это вам нужно распределить ваши тренировки как на выносливость, так и на силу. Например, понедельник, выносливость, пятница – это сила. Третье, это вам обязательно нужно спать, восстановление очень обязательно. И четвертое, это вы должны тренироваться максимумом и выкладываться просто на всю мощь, которую вы можете. То есть, если вы можете сделать, например, 20 повторений, вы должны на следующей тренировке сделать 21 повторение, и тогда у вас будут расти результаты. А так, спасибо большое за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте лайки, ставьте лайки этому видео, и обязательно, вот, приглашайте друзей смотреть это видео, брать мои сестры, и увидимся в следующем выпечке. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok